Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите, как всегда, кулинарную пропаганду. Сразу предупреждаю. Немедленно уберите от экрана особо впечатлительных товарищей и сами оцените свою стойкость. Лет пять назад я приобрел гриль Weber и в ближайшие выходные опробовал его на даче. Результат меня дико впечатлил. В понедельник я настолько страстно расписывал это чудо своим коллегам по работе, что уже во вторник на двух пользователей Weber стало больше. Поэтому, если к окончанию просмотра этого ролика вы вдруг решите растрясти свою кубышку, ко мне претензии насчет незапланированных трат не предъявляйте. Я вас предупредил. Ко мне обратилось с предложением российское представительство компании Weber пробовать их новую штуку – коптильню. Ну и как вы думаете, насколько долго я думал? Рассказываю и показываю. Вот такой чудо-агрегат. Подробности про его начинку покажу чуть позже. А сейчас быстро подготовлю продукты. Сегодня у меня самое первое использование этого агрегата. Поэтому для того, чтобы познакомиться с особенностями приготовления в этом чудо-устройстве, я хочу приготовить все самым простейшим способом. Курицу и свиные ребрышки. Я думаю так, что если начать изгаляться с разными соусами, маринадами и прочими, то очень сложно будет отделить, где результат хорош или плох из-за того, что я использовал неправильные или нехорошие соусы, а где – потому что агрегат неправильно использовал. Поэтому просто посолю и курицу, и ребра, добавлю зиры, добавлю перца. Перец использую зеленый, зеленый горошек. Так, теперь немного сухого чеснока. Конечно, было бы вкуснее, я думаю, если бы заблаговременно, хотя бы на ночь, положить и курицу, и ребра в маринад масляный. Чесноком с какой-нибудь кислинкой, ну, в виде лимона или вина, к примеру, сухого. Но, как я уже сказал, сегодня у нас контрольный выстрел. Так, теперь немного оливкового масла и разотру. Масло я использую не для большей жирноты, а потому что большинство ароматических веществ жирорастворимы. И использование растительного масла позволит всем вот этим ароматам, которые я сейчас использую, всем этим пряностям, более равномерно пропитать наш будущий продукт. Поэтому особенно усердствовать не надо, просто хорошенько растереть. Вот так. У меня за спиной в стартере разгораются угли. Давайте разберем агрегат. Он состоит из трех отделений. В нижнем есть колосниковая решетка, в которой горит уголь. Смотрите, здесь есть с этой стороны, с этой... В общем, с трех сторон три отверстия, три поддувала для того, чтобы регулировать интенсивность горения. На колосниковую решетку устанавливается вот это вот кольцо-ограничитель для того, чтобы, во-первых, ограничить контакт раскаленного угля со стенками этого агрегата и не обжигаться, а во-вторых, для того, чтобы увеличить приток воздуха к углям с боков и, соответственно, более эффективно поддерживать горение. Ну, насыпаю уголь. Вообще, производители рекомендуют использование угольных брикетов. Они и горят дольше, и более равномерный жар дают. Однако, у меня был негативный опыт использования этих самых брикетов вот в этом гриле. Эти брикеты дают такую мелкую угольную пыль при сгорании, и она покрывает поверхность продуктов. Поэтому я предпочитаю уголь. С другой стороны, здесь гораздо большее расстояние между углями и поверхностью продуктов. Так что, возможно, для смокера брикеты нормально пойдут. Обещаю, следующий рецепт проведу тестирование. Так, а вот в этот поддон надо налить воды. В этом агрегате вода используется, во-первых, для поддержания относительно низкой температуры, а во-вторых, для поддержания влажности. Вообще, хочу сказать, что этот агрегат специально заточен под технологию low and slow, то есть медленная готовка при низкой температуре. Но помните, вот этот ролик. Если пропустили, то щелкайте и смотрите. Баранья на методом slow cook. Я ее готовил в духовке. Ну, или, например, буженина. Вот этот ролик. Щелкайте и смотрите. Ну, или заглядывайте в описание видео. Ссылка там будет. Решеточка вниз. Сюда пойдет курица. С мясом самое главное не пересушить, поэтому я воспользуюсь термометром. Инженеру, который проектировал эту штуку, надо памятник поставить. Видите, даже специальное отверстие для термометра предусмотрел. Так, контролировать буду температуру грудки. Отлично. Класс. Сверху вторую решетку. А на нее ребрышки. Вот так. И вот так. Отлично. Накрываю крышкой. И иду пить пиво. Хотя, подождите. Давайте расскажу про остальные особенности этого агрегата. Вот удобная дверца. Для того, чтобы можно было добавлять угля или подливать воды прямо в процессе. Не разбирая весь агрегат. На крышке есть термометр для контроля температуры. Да, этот термометр показывает температуру только в верхней части агрегата. Но, обратите внимание на эту заглушку. Можно вставить второй щуп и таким образом контролирует температуру и вверху, и внизу, и внутри продукта. Как я уже сказал раньше, вот этими тремя подувалами мы регулируем интенсивность горения. Короче, я бы инженерным-разработчиком этого чудо-агрегата ящик пива бы поставил. Ну вот, в первом приближении я вас с ним познакомил, а теперь пойду пивка деревну. Прошло два с половиной часа, и пора уже доставать наш готовый продукт. Красиво, черт возьми. Однако красоты недостаточно. Должно же быть еще и вкусно. Перекладываю все на доску. Вот такая красота получилась. Ну, начну я, пожалуй, с инспекции ребрышек. Где мне здесь? Вот так вот, наверное, да? Обалдеть! А что у нас со вкусом? Прекрасно получилось по вкусу. Легкая соль, легкий аромат пряностей. Ну, мы же все затевали это дело не ради пряностей и не ради опробования рецепта, да? А для того, чтобы опробовать этот агрегат. Очень сочная. Великолепно. Несмотря на то, что у меня были опасения, что я не смогу, по крайней мере, с первого раза справиться с правильным регулированием температуры, все-таки с углем добавить, прибавить, нет. Вполне понятно работает. И следующий рецепт можно начинать уже с гораздо более мощными хищрениями, добавлениями всяких там дополнительных соусов, полинований и прочего. Вот эта вот низкая температура готовки, весь процесс шел, я периодически подходил к этому агрегату. И за 2,5 часа температура колебалась между 95 и 110 градусами. И буквально за 15 минут до завершения готовки я не удержался и бросил туда буквально, наверное, такую жменьку щепок. Щепок древесины пекана. Это орех, по-моему, такой. И вот, когда я щепки забросил, туда температура поднялась где-то до 120 градусов. Но так как это был уже завершающий этап, последние 10, наверное, минут, то запах дыма такой совсем-совсем легкий появилось. Вот просто хорошо, очень приготовленное и пахнущее не дымом, как копчением, а именно дымком мяса. Прям замечательно. Все-таки, смотрите, какая красота. Просто замечательно. Мне это очень нравится, друзья мои. Прям вот так. Ну, а теперь давайте разберемся с курочкой. Слушайте. Сочная. Вы видите, как она брыжет соком? Сказка. То есть, просто представьте себе, что вот вы на даче, без духовки, с хорошей регулировкой температуры, готовите что-то. И вот оставили практически без присмотра. Такую птицу, да, надолго, вот 2,5 часа, а можно даже и побольше, из температуры пониже сделать. И получили вот такую сочную, обалденную курочку, которая абсолютно не пересушена. Давайте уже попробуем сейчас со вкусом. Ну, что это может быть со вкусом? Ну, да, нежнейшая. Вы видите, она просто вся истекает соком. Блестит от этого сока. Просто сказка. Ну, да. Инженеры компании Weber молодцы. Ссылку на Weber Steffen, для тех, кто не умеет пользоваться гуглом, я обязательно размещу в описании видео. От вас. С большим удовольствием я бы выслушал ваши варианты рецептов на гриле, может быть, на Weber или в других вот этих самых системах. И особенно мне интересно послушать ваши варианты различных соусов, овощей и прочего, для того, чтобы поготовить что-то на углях. Вот. Спасибо за компанию. Если понравилось, ставим пальцы вверх. Готовим такие вещи. Угощаем друзей, чаще с ними встречаемся. Еще раз спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!